Что нам понадобится для лаваша? У меня 400 грамм муки, я уже её просеяла заранее. 1 чайная ложка соли. Здесь 4 столовые ложки масла растительного. И 200 миллилитров воды. И сейчас мы это всё замешиваем. Простите, сообщения приходят, я не отключаю телефон. Надеюсь, что вы не обидитесь на меня, потому что вдруг что. Сейчас мы всё это замешиваем. Сюда соль. Лучше сразу помешать. Чтобы она пока маленькие жидкости не добавили, она распределилась хорошенечко. Сразу же добавляем масло. Оставлю чуть-чуть, чтобы на руки, если что. Руки обмазать было удобнее мешать. Масло и потихонечку замешиваем, добавляем водичку. Тесто должно получиться тугое, плотное. Ну а что, друзья? Пока! Продолжение следует... 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 Я на своем любимом поле. Ветер такой дует. Начала копать, а знаете, на поле одуванчики они чуть-чуть другие. Тут земля такая более плотная, конечно, тяжелее копать, запыхалась уже чуть-чуть. И корешки, видите, они такие, их много-много тоненьких, сплетены в один. Конечно, лучше, знаете, когда такой один, такой толстый хороший корень, а с такими, конечно, возни больше. Ну, это лучше, чем ничего. И еще начинает капать дождь. Вот это меня смущает. Вот так. Посмотрим, если сильно не начнется. Может, успею еще сегодня насобирать всякого разного. Потому что на этой неделе у нас дожди еще, а со следующей недели начинаются настоящие морозы. И поэтому надо успеть. Корешочков накопала. Вон они они. Даже такие толстенькие под конец начали попадаться. Ох, радость какая! Все, осталось шиповника собрать. И хочется вам всем показать, кого еще можно встретить на нашем замечательном поле, пока собираешь эти корни. Возможно, кого-то из вас это удивит. Глядите сами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Какое сочетание красок. Желтый с красным. Так красивый. Он такой прям, видите, большой, какой мясистый. Прям очень хороший. Можно, мне кажется, сказать, самый лучший боярышник из тех, который можно вообще найти. Он какой-то сортовой, мне кажется. Вот его и хочу собрать. Пособирала боярышника. Видите, время позднее. Какой-то есть такой, знаете, мягенький, а есть прям такой сушеный-сушеный. Ногти все в боярышнике. Видите, такой уже почти сушить не надо. Вот столько я его набрала. И перестала его собирать, потому что, видите, за окном уже начался дождь. Но повезло, что вообще полдня дождя не было. Знаете, это прям нынче большое-большое везение. И вот с этим всем добром еду я домой такая довольная. На улице 3 часа. Ощущение, как будто просто уже почти ночь из-за того, что тут тучи, дождь постоянно. Вообще по солнышку невероятно соскучилась. Я, знаете, что хотела спросить? Вот кто понимает мою радость по поводу моего, как сказать, добытого? Вот кто-нибудь так вот тоже испытывает, может пойти что-нибудь такого вот набрать и вот так порадоваться. Мне вот правда даже интересно. Напишите, если не тяжело, если есть кто-нибудь, кто тоже радуется подобному. Будет очень приятно. Сейчас еду домой. Дома супчик пюре. Вот такое счастье. Я так надышалась воздухом. Я такая голодная. Сейчас приеду, как наемся. Не будет вообще счастья. Друзья, давайте посмотрим, что у нас с тестом. Прошло уже на самом деле столько времени. Вы себе не представляете. Прошло не полчаса, а три часа. Потому что я, ой, хорошее какое, поехала собирать всякие разные ягоды, крышки копать. Ну и закаталась я. Вот так. Ой, прям на смайлик похож, смотрите. Опа. Красавчик какой. Ну чего, начнем катать и будем жарить. Я такая голодная. Так. И супчик. Очень-очень хочу. Прям как никогда, можно сказать. Так, сейчас посмотрим. Никакие части. Давно ваше не делала тоже. Разделять. Чтобы они были подходящие. Моя скалочка, любимая, расписная мною. Радует меня. Еще долго будет радовать. Так она мне нравится. Один раз сделала, постаралась, а потом сколько лет радуешься. О, забыла фартук одеть. Представляете-ка я голодная. Вот эту, да. Все. Теперь я готова. Что-то после этого вируса я стала совсем забывчивая. Еще забывчивей, чем раньше. Ой-ой-ой. Тесто прям молниеносно стягивается. Вот это давай. Давай, все. Хватит, залкатывается. Устала уже. Следующий. Так можно так совсем проголодаться. Поехали. Дорогие, я сейчас поняла, в чем дело. У меня либо стол, но стол, навряд ли, стол ровный. Это, видимо, дело в скалке. Я думаю, как так? Думаю, раскатываю сильно, давлю, а не раскатывается. Вот видите, этот какой тоненький получился. Прекрасный лаваш. Просто вот тонюсенький. А эти нет, сейчас буду переделывать. Когда делаю вот так вот скалкой, то есть сюда как будто давление не получается. Делаю вот так вот, видите, сразу пошел. Вот этой стороной просто одной давлю. И все, тогда как бы все нормально. Раскатывается до тоненького лаваша, как будто, ну вот, знаете, упор идет сюда, а посередине как будто на кокужа, что ли. И когда ты ровно кладешь, ты не можешь раскатать. А вот так вот краешку можно раскатать. Вот так вот. Сейчас буду докатывать, чтобы были тонюсенькие. Ну, слава богу, видите, теперь похоже уже на настоящий лаваш. Пузырики надуваются, потому что даже можно еще тоньше раскатать. Я давно, видите, не делала, не помнила, лаваши, наверное, почти год уже не пекла. Я тут уже похож на лаваш. А первый толстенный. Ой-ой-ой. Ну, вот даже потоньше вот этих хочется. Но они такие вкусные. Я здесь, знаете, кусочек уже, видите, оторвала вот от этого толстенного. И он такой вкусный. Вы бы знали, то ли я такая голодная. Он как надувается, обожаю. Обалденный лаваш. Это супер вещь. Намного полезнее любого магазинного хлеба. Ну-ка. Красавчик. Знаете, что захотелось попробовать сделать? Хочу помазать этот лаваш сейчас сливочным маслом, как мажут янтыки. Кто-то янтык называет, кто-то янтык. Но в бахчисарае, когда в Крым еешь, это называется янтык. Это как чебурек. Только чебурек с разными, ну, как бы, не в масле, который кипит, да, а более, скажем так, полезный. Он жарится на сухой сковороде, как мы сейчас делаем. Вот эти лаваши. И потом его обязательно вот так обмазывают сливочным маслом. И это очень вкусно. Я когда приезжаю в бахчисарай, сколько я съедаю этих янтыков. Мои любимые это с сыром, помидором, и чесноком, и зеленью. Это вообще что-то с чем-то. Красота. Вот это сейчас будут супер лаваши. Вот это. Наконец-то можно покушать, друзья. Я такая голодная. Вы не представляете. Получается, что я за этот день снимала кулинарный выпуск и поехала собирать ягоды и корешки копать. потому что несколько часов не было дождя. До этого такие ливни, ливни, утром ливень. Не хочется, знаете, как-то успеть сделать всё. В один выпуск, естественно, не стала включать. Вы сейчас понимаете, почему. Потому что это было бы очень долго. А в два это самое оно. И теперь я могу наконец-то поесть. Мне в телеграме писали, что кожа от зеленого кабачка будет чувствоваться, потому что это не белый кабачок. На самом деле она не чувствуется. Вообще нежный, приятный супчик получился. Не косточек кабачка, не кожица, не чувствуется. Очень классный. Просто супер. Хотя, конечно, зеленого кабачка намного жестче, чем у белого. Но в этом супчике всё восхитительно. Хрустящий этот получился. Восхитительно. Вот так вот быстро и вкусно можно поесть. Сокчик пюре и лаваш. Всё. Главное, своими руками сделанные, с любовью. Любая пища, которая не приготовлена мной, мне как-то не так воспринимается. Каким-то родным человеком. А то, что сделал сам, это так вкусно. Намного полезней. Хорошим я буду кушать. Хорошего вам всем дня. Отличного настроения. Крепкого здравия. Не хрипеть, как я. И будьте очень-очень счастливы. И самых вам приятных, простых, быстрых, но очень полезных и вкусных блюд. Целую вас. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова